Неразумное усреднение. Когда вы купили акцию, потому что она вам понравилась, доля этой компании достаточно большая в инвестиционном портфеле, и вот рынок начинает идти против вас. Цена акции начинает падать. Вы говорите, окей, ну как это было, то есть купил доллар по 80 рублей, доллар начинает падать, стоит 75, а усреднись-ка я, куплю по 75, падает на 73, а усреднюсь-ка я, куплю на 73. То есть по акциям тоже может быть такая история, когда люди начинают усредняться. Вы не совсем можете понимать, почему падает компания, и не занимаетесь неразумным усреднением, потому что, опять-таки, в этом случае вы нарушаете принцип диверсификации, раз, усредняя актив, два, не можете знать, когда это закончится, когда компания непосредственно восстановится. То есть риски заключаются в том, что, как правило, усреднение происходит или за счет более надежных бумаг, которые упали меньше, или за счет заемного капитала, который предоставляет брокер. И в любом случае это, соответственно, в первом случае это начинает увеличивать левердж, риски увеличиваются, потому что за кредитные деньги нужно платить. Во втором случае, соответственно, у вас сокращается доля надежных других инструментов, да, и увеличивается доля одного конкретно взятой бумаги. То есть усреднение разумно только в том случае, если вы довносите денежные средства, и у вас этой компании, допустим, пять процентов, и она падает в цене, да, тогда можно усредняться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова